Ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Fallout 4. И я предлагаю вам ознакомливаться с некоторыми модификациями. Так, я угай. Давайте-ка мы сейчас ему... Вот так вот. В голову-то из нашей гаусс-винтовки выстрелим. Нормально, да? Замечательно. Тут у нас... Содружество, которое... Очень заросло. Трабой, да. Кстати, вполне логично. Все-таки после ядерной войны прошло 200 лет. И множество локаций. Вот такие вот стали интересные. Так, собаки. Держите тлеща. Где там еще одна шавка? Вот так, нормально. Оптимизация модификации очень так себе. Но вы сами обратили внимание, насколько игрушка стала красивее. Конечно же, тут на вкус и цвет, как говорится, да? Чем тут стало похоже на The Elder Scrolls. Но все-таки логично и правильно, что через 200 лет после ядерной войны может все-таки появиться вот такое огромное количество травы. Причем вот зеленый танк. Танк? Это же ведь, блин, старый, древний танк. Обалдеть. Обалдеть. Слушайте, какая красота. Пейзажи, конечно, разительно меняются с этой модификацией. Но мне больше интересны города. Да. Ну, а всякие там городки небольшие, деревеньки. Потому что на пустоши, на самой, да, конечно, интересно наблюдать за вот этой вот модернизацией флоры и фауны. Но, блин, вот именно на вот этих улицах почему-то восприятие совершенно другое. Да уж. Игрушка очень похожа становится на The Last of Us. Обалдеть, сколько тут растительности. Конечно же, в оригинале здесь травы столько нету. Понятное дело, да? Но, конечно, ресурсов трава эта жрет много. Очень-очень много. Да даже, может, не на Last of Us. Может, даже чем-то на Сталкера игра становится похожа. И это прикольно. Всё-таки атмосфера, по-моему, даже становится гораздо круче. Чё там всё взрывается-то, ёпти? Всё, какие-то перестрелки там идут. Модификация постоянно обновляется. Ага. Это очень круто. Вроде как её оптимизируют. А оптимизировать тут есть что. Всё-таки фпс тут отвратный. Очень даже. А это не то ли здание, где мы с вами встретили корабль Братства Стали. И ещё из этого завалили лысого-то мужика. Который с ним там помогал. Да. Обалдеть, конечно. Вот это красотища, друзья. Вот это красотища. Нет, серьёзно. Джунгли. Самые натуральные джунгли, друзья. Интересно просто понаблюдать за тем, как вот пустошь тут преобразилась. Псина такая. Псина такой теряется прямо среди вот этой чащи. Не лесной, конечно, но близко к этому. О, как. Трейлер парк. Там, по-моему, гули много было в этом трейлер парке. Даже тут трава есть. Обалдеть можно. Как же круто. Всё-таки модификация замечательная. Своеобразная достаточно, но замечательная. Не знаю, мне как-то больше нравится, когда много зелени. Я люблю лес, люблю природу. И вот такие модификации, они великолепные. Но, с другой стороны, кто-то скажет, что пустошь, она должна быть другой совершенно. Она должна быть более мрачной. Но, кто сказал, что обязательно постапокалиптический антураж должен быть мрачным. Особенно спустя такое огромное количество лет. Вот тут тоже очень красиво перед мостом. Всё-таки в том же The Last of Us. Там же ведь много было зелени. Но, с другой стороны, там и не было ядерной войны, правильно же ведь? Это, как бы, получается логично. Очень даже. Я бы вам сказал. Тут река или нет? Или это я что-то перепутал? А, тут какая-то срань. Понятно. Вот, слышите? Прикольно вот так. Чё-то лапками махал. О, идей ты в попу. Так, так, джетпэк. Замечательно. А вот интересно, а в Санкчуаре там что-нибудь поменялось так? Конкретно или нет? Я думаю, что да. Всё-таки здесь кастомизировали полностью всю карту. Это очень приятно. Да, давайте мы, пожалуй, посетим Санкчуаре. Потому что всё-таки, всё-таки это уже очень такая интересная тема. Да. Наверное, жители Санкчуаре будут очень довольны. Так, только знаете, что надо сделать? Надо, пожалуй, отдохнуть немножко. Да, травы здесь добавили много. Даже на полу здесь травы куча целая. Тут где-нибудь есть стул, чтобы присесть? А, фпс даже здесь приседает. Нормально. Нормалёк. Чё это персонаж такой мокрый, я не понимаю. Вроде как он в этой был силовой броне. Как-то странно, очень нелогично, по-моему. Ага, то есть это сейчас вечер. Ладно. Надо дождаться, пока будет утро. Опять-таки вечер. Немножечко подождём. Капельку так, чуть-чуть, чтобы можно было получше изучить местную кастомизацию, так сказать. Вот, отлично. Вот это, я думаю, самый лучший вариант по погодным условиям. Давай, мужик, залезай уже. В силовую броню. Ёлы-палы. Это уже какой-то не санкчуария. А деревня из World of Warcraft. Да. Но круто, блин. Согласитесь, круто же ведь. Сколько здесь зелени. Обалдеть, можно особенно вот это место. Фпс, конечно, очень интересный. Но ладно. Так, ну-ка. Совершенно, конечно, игрушка по-другому воспринимается. Вот это дерево, он тут был вообще такой здоровенный. По-моему, нет, не было. Ништяк. Красиво. Как красиво. Ё-моё. Да, конечно, не всем такая модификация придётся. По вкусу, я вот так скажу даже, да. Так, ну а здесь вообще джунгля. Вы прекрасно помните, да, здесь был пустырь. А теперь тут... Лес! Ещё не хватает птичек пения. Нет, есть пение птичек. Ладно. Нормально. Слушайте. Вот, если вот эту модификацию оптимизируют, наверное, она будет очень-очень крутой, потому что атмосфера кардинально меняется. Вот вообще кардинально. Убалдеть. Вот интересно. А Даймонд Сити... Даймонд Сити, он преобразился. Давайте-ка мы его изучим сейчас. Даймонд Сити. Вот очень мне интересно. Такой-то будоражащий такой вопрос прям. В Санкчуаре-то ладно. Очень классно модифицировали. Вечер. Кстати, оптимизация тут гораздо круче, но тут и растительности не так много. Хотя... Хотя растительности прибавилось. У нас тут ещё силовая броня есть. Ржавая, конечно. Можно будет напарника в неё одеть, если что. Меня больше интересует здесь поле для этого. Как там? Для бейсбола или как? Вот это самое интересное. Ну, тут совсем немножечко добавили зелени. Хотя... Хотя периодически тут есть. Есть она, да. В приличных количествах. Ладно. Так. Что у нас тут? Какие ещё есть интересные места, которые можно было бы изучить? Вот кратер атома. Давайте посетим. Неужели и в это радиоактивное море добавили ещё зелень? Нет, не добавили. Но, по-моему, тут изменили как-то то ли погоду, то ли что-то ещё по-другому воспринимается это место совершенно. Или мне так кажется? Кто же его знает-то? Нет. Не по-другому. Совершенно причём не по-другому. А вот парк... Название не успел прочитать. Тут как? Что-нибудь изменили? Кастомизировали? Я думаю, да. Ну-ка. Ночь. Блин. Присесть-то тут есть где, чтобы... Отдохнуть немножко. Да, многое улучшили, но в такое время суток нелегко, знаете ли, сориентироваться. Так-с. Где бы тут найти скамеечку? Чтобы посидеть-то, подождать-то немножечко. Так, ну, тут скамеечку. Нет. Так, это что-то такое было? Коготь смерти. Да это ещё прокачанный коготь. Эй, так ты, повернись-то лицом. Как можно было промазать с таком расстоянии вообще? Не понимаю. Да. У тебя дыхание вонючее. Ну-ка. Надо, наверное, принять винт, пожалуй. Это будет правильно. Так. Бурфаут. Винт. 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 Да, ты псих. Радыкс. А, стимулятор. Давай. Ох ты, блин. ФПС, конечно, чудит. Да, из-за этого тяжело целиться. А вот, отлично. Так, ну я думаю, что... Да ладно. Ни одного стульчака нету. Ты подумай. Забавно. Весело. Очень весело. Одной скамеечки, да, получается. Не бред ли? Что думаете? Самый натуральный, по-моему, бред, да? Ладно. Тогда что у нас есть? Так. Федеральный склад. Вот, по-моему, там. Есть на КПП. Стул, на котором можно посидеть. Немножко подождать. Так, а это не тот федеральный. Это федеральный склад в этом радиоактивном море. Кстати, и тут даже есть зелень. Не так много, правда. Кулачками. Все-таки радиация. Но есть. И как же это круто. Давайте снова в этот парк телепортируемся. Потому что, как я понял, время тратится так прилично на быстрое перемещение. И уже будет, наверное, утро. Скорее всего. Да. Да, все верно. Какая же красота, друзья. Великолепно. Отличная модификация, но очень неоптимизированная. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх. Не добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.